Привет, друзья мои, это пан Атаман Колобок Гритян Таврический. Я из Одессы, здрасте. Так вот, друзья мои, сегодня интереснейшая история, как... Тезка мой с Украины нагрел американца на 50 тысяч долларов, причем именно в такой дерзкой форме, и причем именно нагрел и чуть ли не заявил, что типа ты мне еще должен. В общем, друзья мои, как началась эта история? Вы же знаете, что, ну, по крайней мере, я знаю, мне очень много людей пишут с разных стран, ну, с разных, совершенно разных стран, и они просто заявляют, что, ну, информируют меня, что они полностью за Украину. Мы начинаем общаться, и они говорят, да, вот мы типа за Украину, мы не поддерживаем агрессию, мы просто за украинцев, мы в шоке от того, что типа ваши соседи смогли такое совершить, ну, то есть совершили это, и мы типа распахнули свои врата для украинцев, дома, машины дали, подарили. Ну, вы знаете, друзья мои, некоторые мои земляки некрасиво отблагодарили таких благородных людей. Очень некрасиво. Сегодняшняя, друзья мои, история про это. В общем, наш друг Майкл из Флориды, он, друзья мои, давно живет в Америке, всю жизнь, с самого раннего детства. Он мой земляк, мой друг, можно сказать. И, вы знаете, подутомила его Америка, несмотря на то, что он там, ну, заработал нормально бабок, у него там свои бизнесы, у него хорошая-хорошая зарплата, ну, вот не может он там. Это, друзья, из той серии, что я, как я рассказывал, как некоторые, некоторые, далеко не все беженцы в Норвегии, в Германии, но он говорит, ну, не наша земля, не можем мы. Даже нам дают эту зарплату, 2 500 евро, чистыми на руки, ну, мы понимаем, что не в деньгах счастья. Вот и Майкл понял, что не в деньгах счастья, и решил валить с Америки. Благо, с американским паспортом для тебя открыт весь мир, друзья мои. И он купил себе недвижимость в Болгарии и решил туда ехать. Но перед этим он решил подремонтировать эту недвижимость и нашел моего земляка, украинца, тезку моего, к сожалению, опорочил имя Руслан, такое хорошее. И, говорит, договорился, взял рекомендацию этого парня, сказали, ну, что он умеет, и плитку класть, и ламинат класть. Есть нюансы, но, в принципе, ну, украинец, значит, хороший парень. Ну, то есть, поэтому порекомендовали, ну, то есть, тут даже не надо квалификацию проверять. Ну, если у него есть паспорт Украины, ну, все, он подходит всегда, везде, и он проходит все конкурсы первые. Ну, вот такая нынче тенденция, друзья мои. Всем не нравится, а украинцам нравится, да? Короче, нанял он этого парня, начал платить ему по тысяче долларов, парень начал вроде неплохо работать, и, вы знаете, мой товарищ Майкл, добрая душа, говорит, слушай, ну, он увидел, что они с какого-то села, у них нет денег, у них все печально, куча детей, жена там что-то тоже тыкается, мыкается, не работает. И он проявил жест доброй воли, жест порядочного человека, он говорит, слушай, давай я тебе буду платить в два раза больше. Вот я так хочу. Я увеличу твою зарплату в два раза. Да, друзья мои, чудеса в мире случаются. Ну, вот такая добрая душа. Он говорит, да, я буду тебе платить не тысячу долларов, а две, ты будь любезен, ну, просто, ну, просто хорошо работай. Ну, в принципе, все. Просто качественно работай, и, в принципе, меня все устраивает. И все. Он начал платить. Каждый месяц по две тысячи долларов. Платил, платил, платил. И, вы знаете, в видеоотчеты каждый день был договор, что, ну, парень приходит, этот тезка мой, какую-то работу делает, там, выложил, там, там, стену плитки, снял на видео, провел буквально экраном, скинул Майкл, он говорит, ну, вот, сегодня, сегодня, вот, там, с девяти до трех, до четырех я занимался вот этим, завтра буду, там, вторую, третью стену ложить. Он говорит, проспали фотоотчеты, начались морозы, начались пропадания, начал звонить соседям, начали говорить, что он, ну, своими делами занимается, в запое. Потом позвонил этот Руслан, говорит, слушай, ну, мне надо, мне надо, там, пятерка, четверка зелени, я тут неплохую машину себе нашел. Ну, не могу, я на своей машине, ну, мне некомфортно ездить, тут дороги в Болгарии плохие, говорит, ну, я езжу, эта подвеска на спину отдает, мои пятые точки некомфортно, мне нужно Ауди А6 Кватро. Да, будь любезен, скинь мне бабок, и, говорит, я, ну, я буду быстрее добираться, больше работать, ну, тебе это тоже выгодно, поверь мне, поверь мне, святому украинцу, скидывай Майкл бабки, я вообще лучше дай мне пин-код от своей карты. Я утомился, ну, ты же понимаешь, что время деньги, вот это я тебе звоню, что-то объясняю, порежаться, буду там брать все, что надо, говорит, ну, ты же знаешь, ну, у меня порядочность в крови, на генетическом уровне, поэтому ты можешь не бздеть, дать мне пин-код карты, если есть там, ну, в принципе, ты можешь всех карт дать, и криптой занимаешься, если занимаешься, давай пароль от кошелька, я, говорит, я гляну, правильно ли ты там все делаешь, я буду твоим сенсеем, я буду твоим ментором. Да, друзья мои, ну, вот такие есть именно серьезные люди, которые именно подходят каждому делу по-серьезному. Ну, в общем, наш добрый гость, который сейчас будет выступать, друзья мои, Майк, опешил, ну, он подумал, раз, приказ с Украины пришел, друзья мои, приказ от Верховного, как говорится, ну, он и скинул все бабки, все, что полагается, ну, и думает, класс, сейчас чудак на новой комфортной машине, в дороге уставать не будет, начнет мне именно, класс, потому что там время уже поджимало, он уже продавал все бизнесы, закрывал все вопросы по Америке, и выдвигался, ну, у него там оставалось 3-4 месяца, он хотел за эти 4 месяца, чтобы все было подготовлено, чтобы он, как говорится, приехал, и, по крайней мере, не думал на первом этапе там о плитке, о ламинате, ну, у него есть дела поглобальнее, вы же понимаете, с Флориды в Болгарию, ну, смешно, поэтому, он скинул бабки, там проходит неделя, вторая, ну, трубку никто не берет, трубку никто не берет, начиная выяснять, звонить соседям, знакомым, оказывается, этот чувак вообще обосрал этого американца, сказал, что это непорядочный какой-то чувак, ну, он скидывает слишком мало денег, он не захотел давать пароли от криптокошельков, ну, он непорядочный, с ним дел не имеете, типа, вот все, теперь я тут рулю, у меня на новой тачке, мне платили нормально, ну, то есть, он накопил порядка там 40-50 тысяч долларов за этот год, и, друзья мои, этот украинец открыл себе там бизнес, построил ферму, взял машину, начал выращивать курей, ну, и всем заявил, что, ну, американец крайне непорядочный люди, кто хотел с ним иметь дела, идите сюда ко мне, я, ну, я вас новый смотрящий, я тут скоро стану председателем, поэтому, он говорит, ну, теперь я тут главный, теперь я тут главный, ну, все, я теперь занимаюсь глобальными вопросами, там, ко мне не обращайтесь по поводу каких-то санузлов, плиток, мэр, какие-то политические вопросы, какие-то там геополитические, я решаю все, меня зовут Руслан, я из Днепра, ну, обращайтесь, ребята, типа, в общем, сегодняшний наш гость, друзья мои, приезжает туда, в свой дом, он видит, что там не сделано нифига, он видит, что просто, ну, просто его тупо проигнорили, его просто кинули, он начинает общаться с соседями, и узнает, что, да, его работник, наемный работник, там себя вообще неплохо чувствует, открыл свои бизнесы, крутится, мутится, причем, пока он занимается делами, жена там занимается другими делами, там, с одним турком, с другим, тот планшет подарил, тот телефон, потом с третьим была, дочка застала, с дочкой договорилась, дочка папе не рассказала, в общем, друзья мои, это Санта-Барбара, и когда он пришел там, со скромной претензией, типа, ну, давай, типа, я не хочу с тобой ругаться, все-таки деньги заплачены, будь любезен, там, доложи эти края ламината, края плитки, он сотнулся с такой агрессией, на него наехали, во-первых, что он, типа, непорядочный, что он не дал бабки, что это за наезды, что за предъявы, как он смеет, кто он такой, какой-то филадельфиец, на святого украинца, короче, друзья мои, я скажу, я такой наглости, ну, редко я встречал такой наглости, в общем, ладно, что Колобок будет пересказывать, пристегивайтесь, друзья мои, погнали, и будьте скромнее, друзья мои, будьте скромнее, ха-ха-ха-ха, привет, Руслан, я теперь тоже в Европе, как и ты, сейчас я, должен развилить целую кучу здесь мелких и крупных проблем, вот, там с ремонтом, в итоге у меня не закончил мастер ремонт, он просто бухал, хоть у него трое детей и жена, вот, украинцы из Днепра, я их выручил, я им присылал, ну, им, я сначала детям купил велосипеды, потом я взял батю на работу, вот, он сказал, что он мастер на все руки, умеет все, я пошел к русскоязычным пенсионерам из Канады, Канады и Америки, у которых он тут делал ремонт внутри, спросил, как он вам, вы довольны, они говорят, ну, в общем, когда он работает, он работает хорошо, мы в качеству имеем только один у него, когда он после работы, после обеда, в жару, клал нам камень на стену, то все, что он делал до обеда, осталось на стене, а после обеда, несколько месяцев спустя, начало отклеиваться и отваливаться от стены, так что, когда он работает и устает, то качество работы страдает, но так нормально, я такой, окей, ну, хорошо, взял на работу, и он действительно, сначала работал неплохо, я ему тысячу долларов давал, потом, ну, трое детей, они мне говорят, у нас денег тут так мало, мы рыбку купили на распродаже, где-то в магазине, потом два дня обливали, я понял, что они вообще бедствуют, я ему сказал, давайте я буду не тысячу, а две тысячи долларов, платить каждый месяц, ты просто работай качественно, вот, и делай мне ремонт, он мне сделал пристройку к дому, и в нее поставил, нашел печку на дровах, ее доставили, она там весит 600 килограмм, эта печка на дровах, установили, там за ней систему разводки, рубашки по всем комнатам сделал, батареи повесил, ну, я в общем был счастлив, потому что местные, я не знал, кто из местных может сделать, ну, я знаю одного, кстати, да, и местные тоже могут сделать, но, короче, своему земляку я помогал, работая там, высылал бабосик, но, поработав так, где-то месяцев шесть, он почему-то решил, что все, хватит, устал он работать, вот, и продолжал я ему посылать по две тысячи, а он куда-то ушел на дно, и вместо того, чтобы ежедневные видеоотчеты мне присылать, он присылал мне отчет раз в неделю, потом раз в две недели, а видеоотчет был, ну, никак там не на две недели работы, вот, последние видеоотчеты, он мне вообще прислал раз в месяц, и там работы было на день, вот, приехал я, короче, сюда в марте, посмотрел я, как он, в январе, он сказал, что у него поломалась машина, его пару раз на буксире, тот сосед выручал, тянул, и говорит, я не могу на этом старом ведре моем доезжать к тебе туда и делать работу, можно авансом, два месяца вперед, четыре тысячи долларов ты мне дашь, я отработаю январь и февраль, а сейчас я тут, мне нашли хорошую машину, я должен купить Ауди А шестерку, холл трек, ну, ей там сколько, 18 лет, но она в самом состоянии, серебряный снаружи, там, черный кожаный салон, все опции, офигенная тачка, и всего за, там, 2 800, 200, что-то, короче, цена классная, машина офигенная, надо брать, а денег нет, я говорю, так я же тебе по 2000 долларов присылал уже в течение, там, 8 месяцев, да, с апреля, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 10 месяцев, я тебе уже 20 тысяч долларов переслал, плюс заплатил за материалы, у тебя должно быть 2000, он говорит, нет у меня, 2000, мне нужно 4, потому что там почти 3 она стоит, плюс оформление документов, плюс, ну ладно, отработаешь, отработаешь, я прислал ему эти 4000, и он счастливый купил машину и ушел на дно, потом мне соседи здесь сказали, что он не работал вообще, на 2 месяца он не выезжал, зимой он дома провел всю зиму, это было видно, когда я в марте прилетел, я увидел, что действительно, я нихера не делал за эти 2 месяца, там ремонт как был, вот эта пристройка с разводкой труб, и один санузел, вот и все, больше ничего не было готово, я ему сказал, Руслан, я себя так работал, просыпаюсь в 10, 30 с бадуна, в 11, вояжно выезжая туда, в сторону моего дома, и в 2 часа ты уже здесь, то есть ты туда едешь, полчаса обратно едешь, полчаса, ты работаешь реально 2 часа, что это за работа такая, я себя так работал, меня уже давно уволили, вот, и он обиделся, он такой, в смысле, я тут, для него стараюсь, а он, вот, я сказал, я тебе выслал 40 тысяч долларов, я тебе машину, блин, купил, что-то я не вижу, что ты жопу рвешь, или вообще какие-то усилия прикладываешь, он мне говорит, я на работу не пойду, несколько дней, там, в среду, в четверг, потому что я вчера плитку уложил на потолок, и там был ветерок, и меня продуло, и я, неважно себя чувствую, поэтому я пару дней не пойду на работу, я говорю, как так, пару дней ты не пойдешь на работу, ну, ладно, наверное, шея там продутая, это большое дело, ладно, но говорит, я слышу, ты сейчас дом хочешь покупать, в другом городе, а туда, и мне интересно с тобой поехать, с ночевкой, вот, там же рестораны, там же будет, там, спа, отели, может, еще что-нибудь, я с тобой поеду, я говорю, подожди, ты больной, чтобы работать в среду и в четверг, или ты здоровый, чтобы домой поехать в машине, где тоже сквозняк, где, и потом путешествовать, он говорит, ну, я поеду с тобой, я ему говорю, ты совсем не о том думаешь, ты должен думать, как скорее закончить этот ремонт, а ты хочешь просто гулять, отдыхать, и за мой счет, а мне такое не подходит, ну, он увиделся, и поехал на работу, сказал мне, что к концу апреля, все будет готово, и когда я улетал, я попросил у него видеоотчет в конце апреля, он сказал, ты знаешь, я не успел, давай в конце мая все будет готово, прилетаю в июне, ламинат лежит в центре комнаты, где его не надо подрезать, а по краям вдоль стены, где надо подрезать, он не лежит, плитка лежит в центре комнаты, где ее не надо подрезать, а по краям вдоль стены, где ее нужно измерять и подрезать, плитка не лежит, В зале ламината нет. Просто стяжка пола осталась. Нижний санузел он даже не начинал облицовывать плиткой. Ни пол, ни стены, ни потолок. Вот он успел за два месяца, за апрель и за май, за 4000 долларов, он успел положить ламинат на пол в две комнаты. В центр. И плитку положить на пол в три комнаты. В центр. За 8 недель, за 4000 долларов. Ой, бля. Дети его мне сказали, что папа у нас купил участок земли в соседнем городке. И теперь строит там птицеферму. У него теперь курочки. И он каждый день ездит курочек кормить. И собирать их яички. Пьет эти сырые яички. И мы назвали каждую курочку по имени. И папа теперь бизнесмен. Папа теперь хозяин своего бизнеса, президент компании. И он там строительством занимается. И он там это. То есть этот нехороший человек. Вернее, хороший человек. Ну как. Он очень любит выпить с женой. И они уходят в запой регулярно. Дети в это время бегают во дворе и цыганят у всех там на шоколадки, на конфетки. Ну дети хотят всего и побольше. Потому что родители дома спят после бодуна. И вот батя с мамкой в запой регулярно. Мамка, оказывается, мне сказали здесь, она изменяет с двумя, с тремя турками. С двумя турками она изменяет своему мужу. Турки из-за этого, ну они ее тракуют в местных отелях. А потом ей там подарочки, телефончик. Один прислал там планшет, другой. Ну вроде того, это устраивает. Я не знаю, как так. Вот. Может он не знает. Короче, такое семейство. И постоянно пьяные и дома спят. А дети беспризорные. И вот соседи мне говорят, он за твои деньги, он на всю зиму не работал. Мы думали, что он насобирал на себе на машину. Мы не думали, что он попросил у тебя на два месяца вперед аванс. Который от работы не работал два месяца зимой. Машина не выезжала отсюда, новая. И старая тоже. Вот. Потом, когда он открыл фирму, где-то в то же время, он начал концентрироваться на своем бизнесе, на своей фирме. Поэтому я вижу, он ездил к себе и строил у себя бизнес. Куриную ферму. Ну и короче, когда я сюда приехал, сижу я дома. Слук в дверь. Его дети, блин. А мы видим, что у вас открыта балконная сетка. Значит, вы уже вернулись сюда. Здравствуйте. Доброе утро. Поехали в парк. Поехали в магазин вкусняшки купим. Мы вас ждали. Ну, доброе утро, дети. Ладно, садимся. Я сейчас спускаюсь. Садимся в машину. Выезжаем. А его родители... Ну, этот сосед с женой в своей новой шикарной Audi A6 видит меня. Они за рулем едут на базар. Говорят, вы едете гулять в парк. Там все дела. А мы поехали по своим делам. Помахали мне ручкой и поехали. А я с детьми поехал в магазин. Они на 60 евро купили себе шоколадки и конфетки и разные вкусняшки. Поехали мы в парк. Там перекусили на скамеечке. И они побежали на местные аттракционы в парке. Там гулять, кататься, прыгать, веселиться, на трамполине прыгать. Час прошел. Я сижу как отец многодетных. Многодетной семьи там. Дети прыгают, бесятся вокруг меня. Все наши русскоязычные. Ну, первый час было интересно. Второй час было интересно. Но через 3-4 часа я говорю, Ребята, я в парк пришел не для того, чтобы сидеть, Смотри, как вы бегаете. И вам хорошо. Я хочу сюда прийти, чтобы с утра утреннюю прогулку сделать, На вершину горы подняться. Они говорят, не-не-не, мы не пойдем. Мы устали. Ну, хорошо, тогда что же делать. Я же не могу вас оставить от них. Ну, сейчас мама придет одного из нас. Тебя как бы освободит. Она созвонилась. Что давно меня не видела. Она пришла эта мама, Яна. Она мне рассказала, как жена моего рабочего изменяет с турками. Как ее в отеле поймала собственная дочь. И та с дочью договорилась за деньги, за какие-то шантажи, Что дочь никому не расскажет. Но дочь рассказала одной подружке. Или что же с кем-то поделилась. Короче, это все вышло и все знают. Потом, как тот бухает и все время в запое. Но это и так видно. Ну, там в семействе такое. Короче, это мне порассказывала. И говорит, мы не общаемся с я мамашей уже давно. Потому что... Ну, и с этим человеком. Потому что такие они люди. Я их сразу вычислил. У нас были конфликты. Вот. Мы не общаемся. Вот. Ну, и я сказал, ладно, ты посиди пока с ними. Свой собственный сын здесь. И я сейчас отлучусь немножко. Мне нужно встретиться. Прогулка уже у меня сгорела в парке. Но встретиться здесь нужно с приятелями, которые меня ждут. Они мне должны плитку положить в одном там месте. Короче, отлучился я на полчаса. Возвращаюсь. А там уже две мамаши сидят. Которые друг с другом не говорят. Не разговаривают на разных скамейках. Одна из них на меня в волком смотрит. Такого хера ты моих детей оставил на вот эту стерву. Я с ней не общаюсь. Она... А эта сидит. Поехали. Поехали отсюда. Вот. Короче. Мне высказали свое фе. Что я детей бросил на ту дрянь. А они в конфликте. И я такой-секой нехороший. И на следующее утро, когда была доставка у меня в доме. Доставка бочки, сауны. Там должен был этот человек открывать им дверь. Встречать. Пока он там работает в понедельник с утра. Он вообще не явился на работу. Я туда приехал сам. Посмотреть на процесс. И хорошо, что я там приехал. Потому что хоть кто-то... Они сказали, мы ключи попросили у соседа. Ты нам оставил несколько телефонных номеров. Руслан трубку не брал. Так мы позвонили соседу. Этого человека тоже Руслан зовут. Кстати. Моего соседа из Днепра. Вот. И вот... Мы соседу Митку позвонили. Митка открыл нам дверь своим ключом. И впустил нас сюда. И вот я и с этими ребятами провел часа, наверное, два с половиной-три. Пока мы пытались грузовиком по траве заехать. Там все скользило. Нужно было под колеса подкладывать там доски. Какие-то там листы. Короче. С горем пополам. Забрались на горку поросшую травой нам по плечу. Все это дело выгрузили. И тут появляется этот герой. Со своей женой. Я звоню им, звоню, звоню, звоню. Никто трубку не берет. В итоге поднимает руку его жена, которая вчера на меня орала, что там... Ну не орала, а говорит, я в тебе же очень разочарована. Ты мои детей оставил на эту дрянь. С ней я не общаюсь. Вот. Я с этой дрянью тогда говорю, ну хорошо, тогда мы пойдем. Ты теперь с детьми. Вот она говорит, да, вы хотите, а я с детьми сама уже буду со своими в парке. Я останусь здесь. Я не хочу, чтобы они общались. А сын той другой мамаши, я говорю, ты кого с нами? Он говорит, нет, я хочу поиграться со своими русскими тут друзьями больше. Ну мама разрешила. И та не была против. Так это науськало своего мужа, что сказала, не едь завтра на работу. Михаил приехал для того, чтобы проверить, сколько ты работы сделал за два месяца. Ты ему обещал, что все будет готово к концу марта. Потом ты обещал, что все будет готово к концу апреля. Потом ты ему обещал, что все будет к концу мая. И мы знаем, что ты туда вообще не ездил. То есть там ни хера не готова я... То есть он типа сейчас приедет увольнять. Поэтому зачем туда ехать? Отсыпайся, вбухнем еще раз и завалимся на бок спать. И поэтому они не приехали на работу. И если бы я там не пришел посмотреть сам, то никто бы не впустил мою доставку. Короче, я звоню. Она говорит, Руслан сейчас занят. Я говорю, что ты поднимаешь его телефон? Как с ним связаться? Она говорит, он сейчас занят. Он когда освободится, он тебе сам может перезвонить. Ну и мы толкаем этот грузовик. Проходит еще час, никто не звонит. Я опять звоню, опять звоню, опять звоню. В итоге она говорит, я не должна перед тобой отчитываться. Мы в Кельжере. Мы еще находимся там в городе, где мы живем. И вообще туда не едем к тебе. Я говорю, почему? Как это так? Я ничего не понимаю. Она говорит, что я не получал сообщение? Нет, ничего не получал. Ну, в итоге часа три спустя мы заканчиваем уже с крана снимать все эти бочки сауны, все это устанавливать. И является эта принцесса со своим мужем на моей Audi A6, 20-летней. Вот. И она сидит в машине, даже не выходит из машины. Я говорю, а он выходит и говорит, мне сказали, что ты меня обосрал, мою работу, сказал, что я взял у тебя деньги и ничего не сделал, и что ты меня приехал уволить. Поэтому я вчера вечером приехал сюда, забрал весь инструмент, отдал ключи соседу, и все. И больше моей ноги не будет здесь. То есть один день вот в этом вот парке с детьми, когда две мамаши там встретились, и они друг на друга волком смотрят. Одна мне рассказала про измену этой, про все грязные эти, а это знает, о чем мы скорее всего говорили, так интересно. А потом я ушел с мамашей отдельной, покушали мы в этом, пообедали, поужинали, и все. Я ее отвез домой, там сынишку забрали, он играл. А, нет, Руслан с женой набухались, наклюкались и пошли спать по пьяни. А дети сидели тихо, потому что на улице пошел дождик. И вот дитя этой мамаши говорит, я не могу громко говорить, они набухались и уснули, а мы сидим здесь, играем в прятки в квартире. Короче, забрали моего сына у них из хаты и отвезли их всех домой. Вот, и вот этот, за этот вечер, та уже мужу промыла мозги, что тебя уволят, тебя не уважают, тебя раскусили, и не стоит туда ехать вообще с ними общаться. Короче, вот такие вот дела. 50 тысяч долларов я потратил благотворительностью на семью за 14 месяцев, и в итоге ничего не готово. Хотя мне обещали, что все будет готово к концу марта, к концу апреля, к концу мая. Теперь, как я понял, обещали к концу июня. Юля, короче, надо дойную кровь доить, 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 а на самом деле строить себе ферму с курьей-курями. И, короче, у Руслана было две мечты. Купить машину и открыть свой бизнес. Он эти две мечты осуществил в районе января с моей. Щедрой. С моего подарка. Я ему подарил машину, я ему подарил бабла достаточно, чтобы бизнес. И он получал мои деньги и просто ездил и делал свое дело. А потом уходил в запой с женой. А она чпокается с турками за подарки. Ну, вот такие вот у меня работники. Хорошо, что я нашел уже других. Он мне сказал, что... Я говорю, теперь нас двое здесь. Я тебя не собираюсь увольнять. Кто-то же должен доделать всю работу. Ты обещал, что все сделаешь. Давай теперь я здесь, закатываю рукава, я тебе помогу. И вдвоем мы быстренько забахаем этот ремонт вместе. Заодно я научусь и плитку класть, и ламинат, и все остальные, там, сантехнику, все подключать. Он говорит, а, ну если ты не увольнять меня приехал, то давай только я неделю занят буду. Неделю меня не будет, у меня свои дела. Какие это секреты? Я не обязан перед тобой отчитываться, где я буду, что я буду делать неделю. Но через неделю я могу сюда приехать, и мы с тобой вместе, да, поработаем. И вот я думаю, стоит ли мне с ним работать. На всякий случай я начал уже искать других ребят. И нашел электрика, нашел местного. В деревне вот, и он всем электричество делает. Вот. Причем вообще за три копейки. Нашел плиточника, сантехника. Я нашел, в общем, всех. Заменить Руслана я уже нашел кем. Это за вот эти вот дни, пока он где-то там чем-то занимается непонятным. И я думаю, вот он деньги взял, работу не сделал. Для Болгарии 50 тысяч долларов за месяц. И машина в подарок. Это очень неплохо, кстати. А благотворительностью заниматься мне уже неинтересно. Стало, раз такое отношение ко мне. Вот такие вот у меня здесь дела за первые 3-4 дня в этой стране. Ничего не построено, ничего не доделано. Хамское отношение потребительское, потреблятское какое-то. И там куча секретов. Секреты на секретах. У нее свои секреты, у него свои секреты. А я за все это плачу. Бабло из Калифорнии. Пока меня здесь нет, они просто счастливо бухают. Уходят в запои. И потом спят целыми днями. Какая там работа.